Всем привет! Всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Выравниваю камеру, чтобы красиво было. Владимир, Нинок. Смотрите, какой у нас красивый шведский стол. Вот здесь, смотрите. Наконец мы дошли до магазина. Да, наконец мы дошли до магазина и у нас всё есть теперь. Яйца и колбаска. Всё есть вкусно и приятно. Здесь у нас сегодня, смотрите, фокаччо, хлебушек. Здесь у нас оладушки. Спасибо. Даже не облизала вообще. Кексики. Вот. От моей племянки Дашеньки. Вот. И смотрите, вот такие вот. Такая у нас яишенка с луком, с помидорочкой, с укропчиком. Вкусная, красивая. Вкусно. Я солью. С вкусными помидорочками, да? Да. Со вкусной помидорочкой. Всем приятного птица. С вами кушает? Хороший настроение. Знаете, когда вкусно покушаешь, во-первых, и здоровьем, и настроением, всё поднимается. Насильцы сегодня. Всё. Возди, всё почеши, лучше красиво. А сегодня, как я, видите, оладочки. Разными джамами. Стараюсь как-то украшать мир возможностей. Тестаечку повели. Что там падает? У нас сегодня холодно. У нас прям холода, холода наступили. Узимата близко. Но должны скоро, наверное, включить. Хотя, мне кажется, в конце сентября она отключит. Да? Что, мама? Ну, где бы она? Когда тебе температура упадёт до нуля. Там, по-моему, до плюс пяти. Если будет днём. Советнесуточная. То включат. Походу, придётся кондиционер теперь не на вдув, а на выдув. Ну, короче, это на тепло включать. Прямо так вот. В принципе, торт нормальный 24. Когда будет уже 19-18, тогда, в принципе, да. Вот такая трошка сейчас всё закрыла. В принципе, нормально. На стиле оттуда вот. Что там по новостям? В целом, сейчас. Ну, это 50 тысяч заболевших обалдеть. У нас, с другой стороны, 30... А, 3700 всего лишь госпитализируем. Прощи. Меньше 10%. То есть, получается, ставят ковид, но... Видимо, в кафон. Ну, да. Ну, по сути, как на уровне, простуды, грипп. Да? Ну, кажется, сейчас это всё называется ковид. ОРВИ, простуда, грипп. Называется ковид. ОРВИ, простуда, грипп. Называется ковид. Ну, слушай, видишь, прикинь, я уже стихами заговорил. Да-да-да. Мало посолила? Ну ладно. Соль вредна. Мягенькая. Чего только взяли. С сыром. С помидоркой, с луком. С травками тут какими-то. Ну, с полосыпцы, да? Угу. А что-то мы сейчас смотрели. У них они все обвалившиеся. Не прилипся. Сюда. Сам красивый выбрали. Пока, знаете, дома вот всё есть, всё порядка, всё хорошо. Вкусно-то. Надо им просто зелень сверху. Вместо овощей. Хе-хе. Прямо шведский стол. Ну, что, сладкая, албаска, яшинка, ай-бухок, чайочек. Сосиска не хватает, да? Я тебе поставила. Мало ли, друзья, завтра рано выжить. Попробуй. Попробуй. Ну, а сейчас таблетки заказывай. Глубки с угла заканчиваются. Сразу на три месяца, скажи. Мало ли, вдруг закончится. Пока есть. Тыщу, блин, готовить почти 10 тысяч. Шесть. Такие деньги. Эти цены? Кстати, вчера посчитали свой бюджет. А так получилось, что мы потратили меньше, чем заработали. Эти друа. Деньги, как всегда, любят счет. И доплатно. Потому что, если не считать деньги, рано или поздно можно упустить момент, когда вы уже, грубо говоря, все заначки тратите и лезете в минус. Ну, в минус. Чего? Или уже. Или уже, да. Потому что такие моменты лучше не пропускать. Ну, причем, знаете, вот получился такой небольшой профицит из-за того, что у Вовки не было вот этих дополнительных занятий. Все. То есть, школу. Закончил. Все. Поэтому получилось чуть поменьше. Я вообще, в последнее время, как-то, более обдуманно подходишь к тратам. В семейном бюджете стараешься больше экономить. Какой, знаете. Ну, что вот там Вовку не отправила в магазин, когда болен? Во-первых, мы доедали то, что у нас было. То есть, в принципе, с голоду это не помирали. Плюс, знаете, как бы открываются вот эти вот чакры. Сейчас готовить что-то, придумывать, использовать все ресурсы. Вообще-то эти вкусняшки, колбаски. Дорогой стоит. Ну, не приходишь сейчас в магазин, берешь то, что реально тебе нужно. Не просто вот так вот накидать, потом выкинуть славен. Большинство берут, если поглядеть, уже готовы. Или полуфабрикат. Да, мы готовим много. В принципе. Так что, вот так получилось. Молодежь, мы поглядим. Беру что. Все,али. Либо то, что готовы, либо то, что осталось доготовить. Но они там, в основном, что доехали. Не берут. Прям там едят, спаривши. И выберут. Нет, был у нас такой момент, когда прям вот только-только все закончилось. И прям вообще денег нет. И прям вот, а привычки-то остались. Те замашки. Да, прям минус уходили. Вот, а сейчас немножко выровняли. Ну, там прям практически тюрьков-тюрьков, сколько заработаю, столько потратили. И там чуть-чуть больше осталось. Тут у нас может. Так что вот. Привычки меняются. Это даже хорошо, такие привычки. Потому что, когда деньги бездумно тратишь, то я сюда. Это не очень хорошо. Деньги имеют свойство заканчиваться. Сейчас вот все с этими карточками. Ну, училась там туда-сюда. Там одну трачешь, а другой лежат под проценты. То есть кредитными карточками. Очень удобно. У вас, считайте, и проценты текают, и проценты за пользование кредитом вы не платите. Красота. Вот так вот. Финансовая грамотность в наше время неспокойная. Очень дорого стоит. Сейчас говорю, смотрю разные такие, знаете, финансовых аналитиков. Николай Марочковский очень нравится. Вот, значит, с юморком он рассказывает новости вообще про финансы. Углубилась, так сказать, в эти темы. Интересно. Ну, и дает свои плоды. Видите, деньги липнут. Это на меня уже голубы начали срать. Предвестник. Нам непонятно, как он угодил именно на руку, да? Это же звезды сошлись, понимаешь? Именно в этот момент он захотел. Вот так прицелить. Руки-то в основном, понимаешь, они вот согнуты. Вот тут еще попасть надо. Да. Я говорю, как у тебя-то, помните, мы тоже. Мы шли же быстро. А тут, понимаешь, полет. Не дели. Да. После моей куртки, ну, чувствую, в сентябре мы разоримся. Паша, мне надо куртку брать. Лекарства ловки. Чувствую, так прилично. Потрепаем. Ну, надеюсь, это сентябрь, хотя бы ноябрь, декабрь хорошие месяца. Хотя сейчас непонятно вообще, что будет. Лято все по отпускам, по дачам, кто и смотрит. Все отдыхают. Это и нормально. Увидим. Время покажет. Как говорится, кучка. Даешь. И не против. Я худее буду. Да, да, да. Вот это мне. Точно. Что, хочешь сказать, мне надо? Сейчас скажу, как ты, это мне. Даже не смотри на него. Глаза убрал. Вот точно. Не смотри на него. Я не смотрю. Не смотри на него, я сказала. Нет, смотри. Вилка класса. У нас все подсчитано. Да. Раньше можно будет там лишний огурчик мужа, там, для тополя. Сейчас нет. Мясо нифига. Да. Мужа, да? Да. Сейчас у нас весь бюджет рассчитан до миллиметра. Чисто для поддержания красивой фигуры. Хе-хе-хе-хе. Вот, может, было ноги двигать, да? Да. Не, было ничего, в принципе. И рыбку ели красную, и корочку, в принципе. Так что и печально. Сейчас у цену, кстати, спали на рыбу, на икру. Можно уже опять брать. А потому что такие цены были. Вот это фух. Отлетели. Больше пользуюсь всякими магазинами. Знаете, вот эти Озон, Латберис, там очень удобно. Значит, это некоторые вещи можно учитывать, сэкономить. Когда, знаете, когда тебя ставят в тупик, и ты начинаешь как-то мысли-мысли-мысли рояться. Ну, все, лов, красивый, здоровенький. Большая прям, маяка, конечно. Ну, прикольная, кстати, она тебе смотрится хорошо. Представляешь, под всеми этими валанами одежды у тебя там не жирок, а мышцы. Так, ну, я уже здесь накачиваю. Держи, давай. Ем. Жирок. Бля-бля-бля. Все, я хочу у меня там потушить овощи. Надо выкидывать. Чтобы не выкидывать, там, у нас капуста есть, кабачок. Надо все переработать, чтобы ничего у нас не пропало. Следить, так сказать, за овощами. Вкусно, 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 вкусно. Насколько я выставлю книжек. Да, в описании. На их тронах. На пометках обыль тоже разговаривали с там. Говорю, я сейчас, знаете, печатаю быстрее и четче, чем, блин, держу ручку в руках. Пишу, да? Да. Берешь ручку и просто, знаешь, как курица лапой вообще. Не понимаю, как это делается-то. У меня уже рука не держит эту ручку. У меня сразу, вон, крабик. Не крабик, а пальчик. Ну, пальчик у меня вообще уже, по-моему, больше стал. Даже сравнивать, знаешь, у меня этот пальчик уже, которым соном. Да, я прикалываюсь. Увеличивался. Мне скоро этот пальчик будет вот такой же. Да, да, да. Чтоб дотягивается, да. На большом экране, да? Да. Чтоб дотягиваться на этом планшете. Не, ну, серьезно, знаешь, прям вот, не дотягиваешься. И постоянно, говорю, вот только-только вот это печатаешь. То есть, раньше все помню, записывали там в блокнотики, там туда-сюда. Сейчас. СМС-ка. Так, алядущик с вареньем, с этим, с джемом клубничным. Спрашивать можно ли взять колбак? Ой, можно. Спрашивать. Я посчитаю, сколько в этом месяце ты сел кабачки. Можно ли тебе еще? А, ну, месяц обновился, сентябрь. Поэтому тебе в месяц возможность есть полтора килограмма колбасы, 300 грамм сыра. Десятка яиц. Десяток сосисок. Десят ровно. Семь яиц. Вот, считай, сейчас три ты съел, все. Еще четыре. Осталось. Как вам, ну. Да. Раскидывает. Четыре недели. Полочки больше? Это апельсин и клубника. Недорогой все это на шиппай. Семьдесят рублей. Семьдесят четыре. Вкусный. Оладушки уже несколько раз грела. Они же такие резиновые. Грешка. Постоянем. Куда сюда. Грешка, да? Грешка. Один, грешка. Дети все испароли. Мы можем. Это вот от искусства вот так вот раскладывать. Чтобы казалось, что ты хрена, но в самом деле не так что много. Ой, 200 грамм колбасы на двоих. По три яйца. Помидорка одна двоих. Чуть-чуть хлеба. Копейки вообще. Чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. Так вот наешься на пол, да? А лучше даже нянького аппетита. На выход дочек собираются, а? Угу. Кажется, дочек собираются. Кажется, дочек собираются. Угу. Пшачок, я спускаюсь. Да? А как? Об этом я еще не подумал. Думал, думал. Это неправильные пчелы. Угу. Я не делал, мне и говорит, правильные нет. Да-да. Все обязательно. Если дать считаете, сколько вы потратили, сколько вы заработали. Потому что тебе бессредний, всегда нужно сводить. Так что даже когда ты смотришь, куда ты потратил, ты уже просто анализируешь, надо тебе это, не надо. то есть запланированная трата, не запланированная. На кофе, кстати, сэкономили. А сейчас вот, не знаю, холодный такой кофе опять нельзя пить. Холодно. А такое и дорогое. А такое и дорогое. А проще уже у девочки. Ну, не дороже, конечно, чем у девочек. Дешевле все равно. Не, ну скажем так, если ее не будет, я лучше пойду, тогда уже наверняка пью все. Я буду их пытать. Там у тебя горячий выйдет сколько? 184. А тут 200 с лишним. 250 точно. Ну, а там 184. А так, если мы почти каждые пьем, в принципе, приличная сумма. Ну, считай, 30 рублей экономия где-то. Нет. 184, а тут 250. 16, 46. А, подожди, а это с двух кружек. Там и сколько дали? 430, по-моему, да? Где? Да, 430. За два кофе с сроком. Да. То есть, 70 рублей разница. А там 0,4, а здесь 0,6 и 0,4. Вон. В общем, здесь отдаем 500 рублей, а здесь отдаем за 3 на 430. То есть 30 рублей в день. Если, прослушавшему, мы каждый день пьем кофе, то это получается 2100. Если 30 дней. О, 2100. Это уже, считай, хорошая такая сумма. Вот здесь и канал, там копейка, рубль бережет. Все деньги мужа находятся у меня. У него нету личных. Практично. Зачем, у него есть личные, но... 386 у нас выходит. Если 1 кофе 184, 386 рублей. Это без сиропа. Без сиропа, да. С сахаром. Сиропом плюс 34 рубля. Что ты думаешь, что? Итого 68. То есть, 386, 368, плюс 68. 368. 386? 368. 368? Плюс 68. Плюс 68, два ведь. Это два сиропа. Так, 300... 386? 68. 368? Плюс 68. Далее. 368, плюс 68. 9. 420. 430. 430. 430. 6. 6. 432. 436. Блин, твою мать. Извините, ты жопа. 432. Так, давай, сколько еще раз? 100? 368. 368, плюс... Плюс 68. 58. 436. Это право как-то есть. Подожди, 436. Так, 5-4. Это два кофе. Да. 64. Значит, 64 умножить на 30, да. 1920. В принципе, тоже неплохо. Что? Нет, просто я говорю, когда вот к ней идешь... Если сиропом брать, а если без... Так, что-то мне посчитать, что-же? А с этим сахаром тоже неплохо. 184 и 184. 184 умножить на 2. Получается 38. Минус 500. 132. 132. Получается 132 умножить... Так, не... Умножить на 30. Итого экономия 3960 уже. 64 тысяч. Это уже как бы приличная сумма. Ну, конечно, не кажется, деньги... В магазин сходить. Да. Два раза. Умножить. Вот так вот и считаешь. Даже вот иногда... Чего я в маршрутку полезла? Экономия. Потом, вот видите, сколько нервов, сил. Сэкономия. Да, сэкономия. Вот, 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 рост в экономия. 400 рублей только на такси ушло. Цены сейчас вообще у Яндекса бешеные стали. Даже в выходные у них 200 с лишним рублей. В выходные, когда никого нету в городе вообще. Откуда такие цены бешеные? У Сити 86, а у них 209. Какие все? Не, блин, снижается. Что, наелся? Да. Все, цены везде растут. Не, ну, гляди, вот, три такси, да? Ну, ладно. Uber под Яндексом, там тоже скидывает. Так, приедем лично по сравнению с Яндексом. 30-40 рублей. Угу. Ну, гляди, вот, мы тогда брали такси Сити. 86. Этот же маршрут, только Яндекс. 209. Охренеть разница, блин. 86 и 209. Ну, да. Два с лишним, блин. Два с лишним, блин. Да, блин, два раза правильно едусь. Туда-обратно, блин. На Сити. Ну, они там еще показывают сейчас графикой, по сути, вот, там много, это, людей. Знаете, все, что хочешь, на, блин, рисуют в приложении. Что там много занятых водителей. По сути, Сити-то, по сути, их тоже является. Это, по сути, показывает тебе сразу, когда ты только это, ставишь книжную точку, откуда ехать и докуда. Тебе показывают, что машину приемлю через две минуты. Где же они заняты-то, если через две минуты. Если заняты, там где-то идет уже 5-6, а то и 10 минут. Ну, это да. Короче, вот такая дела, вот такие жизни. В общем, сегодня дебет с кредитом, когда бюджет подрешит, паш, вам. Любим, всех целуем. Вам тоже всего хорошего. Подписывайтесь на нас, на Ютубе, на Дзене, на Бусти. Вот, ссылочки есть в описании. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.